спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы близится к концу сентябрь погода стремительно ухудшается и многим кажется что сезон для петербургских любителей бега окончательно закончен кому же захочется соревноваться поздней осенью когда просто пройти по улице в северной столице бывает уже очень нелегко недаром кросс нации о котором мы рассказывали в предыдущем выпуске проходит именно в середине сентября это предельное время когда обычного человека можно заманить на серьезную пробежку дальше считается слишком холодно все это заблуждение стереотипы беговой сезон в петербурге практически не заканчивается и в ближайшие месяцы горожане смогут принять участие во множестве стартов а если климат продолжит меняться в нынешнем духе то беговой сезон окончательно станет круглогодичным но это отдельная тема уже совсем скоро 24 сентября состоится академический забег 2022 назван он в честь академии ранхикс на территории которой собственно и стартует забег небольшой не более 200 участников зато благотворительный вырученные средства направят на поддержку ветеранов блокадного ленинграда заявлены стандартные дистанции 5 и 10 километров плюс вип дистанция 700 метров но это для тех кто бегать не любит а поучаствовать событий все равно очень хочется а еще студентам академии забег будет засчитан за два занятия по физкультуре профит 2 октября готовится традиционный осенний павловский забег уникальная возможность совершить экскурсию по городу музею павловску и заодно потренироваться забег входит знаменитую серию пушкинских марафонов так что здесь и стартовые взносы достаточно серьезные и программа уже взрослая вплоть до полу марафона 21 километр с хвостиком зато совершенно бесплатный шикарный фон для фотографий в павловске беговые фото получаются такими живописными как в италии швейцарии и других мекках европейской легкой атлетики кстати павловские забеги одно из древнейших российских спортивных мероприятий они проводились уже в 1880-х годах когда ни о каком российском футболе а уж тем более хоккея даже речи не шла наконец 16 октября состоится арена марафон вы правильно догадались речи газпром арене постепенно она становится центром петербургской беговой жизни будем честны далеко не все любят ездить за город многим хочется заниматься спортом с максимальным комфортом арена марафон предлагает все что нужно это полноценный марафонский старт дистанции от пяти километров и до 42 включительно это серьезные испытания для подготовленных и азартных людей так что здесь есть разгоняющие бегунов пейсмейкеры а лимит участников уже до 2000 кстати как раз из-за массовости в прошлом году арена забег пришлось отменить той осенью по стране жестко бил коронавирус вводились локдауны сейчас любители бега наконец-то даже дали своего старта кроме того с конца сентября стартует сезон скандинавской ходьбы и обычной зимней ходьбы но это уже совсем другая история а приключения бегунов продолжаются естественно будут запланированы и меньшие забеги от одного километра но стошка конечно гвоздь программы хотя кому как кого-то больше заинтересует шоу забеги например бег с собакой он даже имеет специальное название каникрос и вы не поверите бег с котом невероятные литературные старты пройдут в удельном парке организаторы обещают сладкий чай и изюм фокта питания а также призывают приходить в футболках с изображением достоевского ну или с чем-то связанным с великим писателем так что беговая жизнь петербурге не затихает даже тогда когда погода портится и